Девчонки, всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас снова с вами будет шоппинг-блог, и мы с вами пойдем в магазин Манго. Итак, посмотрим, как новые тенденции этого сезона представлены в этом магазине. Нас встречают кожаные юбки, удлиненные пальто, а также, обратите внимание, классно подвернуты джинсы. Это тоже сейчас модно. Вообще, в Манго еще с прошлого года были очень интересные модели пальто. В 70-е годы вы тоже видите на манекене. Костюмы. Мне очень понравилась расцветка с джинсами. Эта расцветка представлена в нескольких вещах, таких как укороченные широкие брюки. Мы их померим с вами в конце этого видео, обязательно посмотрите. А также жилетки. Жилетки по типу мужского костюма представлены не настолько часто. Хотя сейчас брючный костюм является, на мой взгляд, обалденной классной тенденцией, для меня она самая любимая и интересная, поэтому костюмов вам буду показывать очень много. Также, вот о чем я говорила, это пальто, которое представлено в серый цвет. Серый цвет в этом году в моде. Кому-то он нравится, кому-то нет. Но, тем не менее, серый и черный, и белый. Такие сочетания, может быть, кому-то покажутся скучными. Но вот такая вот у нас тенденция именно в этих цветах, она основная. Жакеты стиль Коко Шанель. 70-е представлены в виде блуз с бантами. Ну, девочки, не расстраиваемся. Есть яркие цвета, конечно же, в магазинах представлено. Достаточно много красного в этом магазине, вы увидите. Если у вас еще до сих пор нет кожаной куртки, либо куртки из кожзама, то сейчас в магазинах огромном количестве они представлены. Самого разного кроя, в том числе и в магазине Манго, как вы видите, разных цветов. Еще цвета будут у нас с вами впереди, также есть джинсы. Стиль Гранж в виде клетки, еще клетка у нас будет. Видите, уже другой крой кожаной куртки. В этом магазине также можно найти очень плохого качества, хорошие базовые футболки с надписями. Футболка с надписью уже становится элементом базового гардероба, так что в этом магазине вполне можно посоветовать их присмотреть. Футболка и платье вместе. Кому нравится, то, девчонки, присмотритесь, обратите внимание, можно примерить. В Манго очень даже неплохие джинсы. И вот этот вот комплект вы сейчас увидите на мне, а также в конце он будет в примерочной. Вот фото из примерочной, потом будут еще. Клетка красная, здесь еще в сочетании с 70-ми годами, с таким бантом. Очень, кстати, неплохого качества рубашка. Вообще, в принципе, в Манго можно найти очень неплохие по качеству тканей вещи. Опять-таки, кожаные куртки, то есть вот этот вот стиль гранж, стиль 90-х вместе с кроссовками. Этого действительно очень много. Как вы видите, очень много черного цвета и также бросается в глаза вкрапление красного. Также вот такое вот полупальто, то есть, не знаю, как укороченное пальто, да. Опять-таки, посмотрите, классно смотрится пальто с белой футболкой, с надписью. Ну, переходим к несколько более классическим вещам. Обратите внимание, как подвернуты классические брюки. Это очень эффектно и свежо смотрится. Вот этот вот костюм я тоже примерю с брюками палаца. Вы еще их увидите на мне. Очень они мне, кстати, понравились. Также топы в темно-синих цветах. Замша в виде платьев. Опять-таки, это тренд сезона. Обувь на низком ходу а-ля мужская. Вещи оверсайз. Кардиганы. Тоже можно в этом магазине присмотреть. Ну, и, конечно же, пальто в короле этого года в черном цвете. Черный цвет, цвет такой очень парадный. И очень требователен к макияжу и прическе. Опять-таки, пальто хочу вам показать в этом магазине. Действительно много. И кюлоты. Кто-то их любит, кто-то их ненавидит. Но я считаю, что тренд имеет право на существование. Действительно, он может смотреться очень эффектно, если его правильно обыграть. Вещи в стиле оверсайз. Эту кофту я также померю в примерочной. Очень, кстати, интересно смотрится. И я вообще люблю примерять что-то новое. Модный цвет в этом сезоне в виде пальто, платьев. Опять-таки, сочетание черный с белым. Такой стиль, как учительница. Не знаю, лаковая обувь. Пальто в клетку. Тоже классический вариант. Смотрится здорово. Обратите внимание на вот этот классный цвет брюк, который слева. Это цвет сезона. И, к сожалению, он не часто в магазинах представлен. А также цвет сезона синий. Также можно найти в магазине Манго. А также вот этот вот розовый свитер. Это новый розовый, который моден в этом сезоне. Классическое сочетание. Красные джинсы, белые кроссовки и белый хлопок в виде рубашки. Очень смотрится хорошо, гармонично. И тренд на платье поверх джинс. А также еще и свитер сверху одели. Применили эффект многослойности. Обратимся к любимому нашему розовому цвету. Вот так выглядит розовый в этом сезоне. Очень красивый, очень богатый цвет, на мой взгляд. А также классические брюки с блузой в горошек. Знаете, подобные блузки с вот таким принтом встречаются в очень-очень многих магазинах. Так я вам сейчас показываю, какие еще расцветки костюмных брюк присутствуют в этом магазине. Помимо сочетания белый, черный, еще очень модно сочетание красный с черным. Здесь вы видите красивые жакеты в красивых цветах, которые тоже будут эффектно смотреться. И, внимание, какой-то другой уже новый цвет, который не часто мелькает у нас в магазине. Обратите внимание, что принт белый с черным сейчас очень-очень сильно распространен. Нравится он вам или нет, это уже, конечно же, на ваше усмотрение. Также еще варианты брюк. Здесь застрочена стрелка, очень даже интересно. Опять мы с вами встретили наши брюки-палацца, которые мы увидим. Тренчи, оборки также представлены, как и в других магазинах, которые мы с вами смотрели. А также стиль 70-х в виде бантиков. Шикарный брючный костюм, я его вам покажу в примерке. Очень красиво смотрится. А также такой же костюм в полоску. Этот, к сожалению, я не примерила. Он такой мафиозного внешнего вида. Мне очень нравится. Качество исполнения в манго действительно заслуживает вашего внимания. Бархат. Бархат почему-то у нас редко сейчас представлен в магазинах. В основном в виде обуви, но здесь он представлен в виде темно-синих лодочек. И жакета. А также, конечно же, розовый. Мне очень нравится этот цвет. Все-таки не хочется расставаться. С летом эти комплекты мы с вами тоже примерим. Итак, девочки, первый костюм, который нас с вами встречал на входе, это костюм с вот такой вот жилеткой. Это костюм, его я тоже померю. Следом посмотрите. Костюм. Костюмная жилетка. Рубашка с бан. Там этот тренд. Деталь мужского гардероба. Это, по-моему, тоже смотрится очень свежо и интересно. Джинсы подрезанные. И покажу вам, как смотрятся эти синие-бархатные туфли. Не знаю, видно или нет. Но я вам хочу сказать, не самая неудобная модель. Это уж точно. Каблук в них достаточно невысокий. Удобный. Если только вот эта штука на пятке, на которой я сейчас на ногу наступать не могу. Итак, как вам вот такой вот комплект? По-моему, вместе смотрится очень интересно. И, кстати, вполне сюда можно добавить спортивную обувь. Может быть, это будут кеды. Либо какие-то кроссовки. По-моему, вместе на контрасте будет смотреться очень здорово. Итак, девочки, вот я вам представляю еще одну модель костюма брюк. Я не знаю, как это сказать, да? Брюки, как оказалось, они широкие и укороченные. Я примерила с жилетом. Сейчас примерю еще и с жакетом, как это выглядит. Но, девочки, что я хочу сказать. Непривычно. Такая модель, я бы так сказала, что ее нужно примерять. Слепо через интернет брать. Такую модель брючек, я считаю, достаточно рискованно. Но вот так. Напишите, пожалуйста, вам в комментарии, как это выглядит. Но, на мой взгляд, как минимум, это выглядит очень оригинально. И еще один вариант. Это вариант с жакетом. Только с немножечко более привычным. Хотя, вы знаете, только привыкла к короченым. Таким зауженным брюкам уже появились широкие. Ну, выглядит вместе очень интересно. Мне кажется, принт ткани достаточно красив. Она ткань очень приятная к телу. Здесь стоит отдать должное. Как вам вот такой вариант. Еще один комплект с такими темно-синими брюками палаца в клетку и блузой. Я добавила не блузку с карманами, которые там была, а ту, в которой я сейчас совершаю примерку. Я тут не до конца наступаю, потому что уже не могу просто наступать в туфельку. Ткань к телу очень приятная, что я вам хочу сказать. Палаца вообще моя слабость. Очень давно я хочу обзавестись такой парой брюк. По-моему, они выглядят очень элегантно. Но каблучок, девочки, здесь должен быть достаточно высоким. По-моему, очень элегантный, очень женственный. Такой стиль, мне кажется, напоминает какую-то несколько английскую леди. Мне очень нравится. Также еще можно заправлять рубашку не полностью, а лишь частично, для того, чтобы создать более послабленный вид. Ну, конечно же, еще одна классика ношения жакета. Это жакет от костюма вместе с джинсами, лодочками и кедами. Ну и, девочки, вариации на тему делового мужского костюма. Это вариант от Манго с вот таким вот замечательным принтом. Мы его с вами видели. Что я вам хочу сказать. Сидят костюмы очень-очень здорово. Не самый, конечно, бюджетный вариант. Манго есть и более бюджетный. Я взяла такой, который мне показался самым привлекательным. Ощущение хорошо. Посадка достаточно классическая. Итак, вот такое вот укороченное пальто от Манго, как мы видели в самом начале. Что я хочу сказать. Я никогда раньше не мерила джинсы от Манго. И я вам хочу сказать, очень-очень достойные модели. У них достаточно хорошая, правильная посадка. Они хорошо сидят. Они плотные. И еще хочу сказать хвалебные слова в адрес обуви. Я вот примерила эти туфельки. И еще до этого такие синие и бархатные. Они, кстати, у них сравнительно очень хорошая колодка. Итак, стиль оверсайз, который сейчас тоже в боди. То есть это вот такие вот большие вещи. Как будто на несколько размеров больше. Но смотрится вместе очень классно. Если что-то другое, вы одеваете достаточно обтягивающе. Я, блин, еще раз хочу обратить внимание на эти шикарные туфли. Ну просто вообще-то эти торчащие пальчики, по-моему, просто здорово. Стою уже, наверное, минут 15. В них снимать не хочется. И ноги, на удивление, не устали. Что я вам хочу сказать. Вот этот комплект мне однозначно нравится. Может, это мне не нравится. Из-за того, что я все мерила темное, темное, темное. И встречаю в магазине в большинстве своем все темное. Это такой светлый, радостных цветов. И мне, наверное, хочется больше радоваться в плане цвета. Вот такой вот комплект у меня получился. Напишите, пожалуйста, как он. И с примерочным мы попрощаемся.